Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Это программа 100 вопросов, и сегодня у меня удивительный герой, известный всему региональному медиа-сообществу, причем не только Ульяновскому. Это медиа-менеджер, известный пиар-гуру, политконсультант, основатель порталов 1УЛ-73 онлайн Сергей Давыдов. Сереж, привет! Здравствуйте! Спасибо, что принял мое приглашение. Так вот скажи, кто ты в большей степени? Пиар-гуру, медиа-менеджер, политконсультант, редактор. Диана, я хочу вам сказать, что вот все те сферы и должности, которые вы перечисляете... Ах, мы ж на ты, Сережа. Прости. Все те сферы, они... Одна противоречит другую. То есть, с точки зрения профессиональных канонов, нельзя быть пиарщиком и журналистом одновременно. Это противоречивые вещи. Поэтому, когда ты занимаешься пиаром, приходите и говорите, я журналист, это неправильно. Когда ты занимаешься журналистикой и говоришь, я вот еще пиаром тут подрабатываю, это тоже неправильно. Поэтому я себя определяю как консультант, медиа-консультант. И это основная моя сфера работы. А дополнительные сферы, да, медиа-менеджер, да, я иногда пишу статьи, и у меня это неплохо получается, я думаю. Медиа-консультант. Кто обращается к тебе за консультацией? Ну, разные люди, бизнесмены, политики. Мы общаемся со многими, просто дружим, и я помогаю им выстраивать, ну, какие-то, выстраивать работу со средствами масс-информации, с избирателями, если это политическая работа, с органами власти, если это бизнес. Сергей, ты был на госслужбе. Да. И оставил ее. Почему? Ну, потому что на каком-то определенном этапе приходит осознание того, что, занимаясь государственной службой, с одной стороны, ты делаешь достаточно большие и важные дела. То есть у меня, когда я уходил, было четкое понимание, я сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Сейчас перечислять это, ну, наверное, уже будет и не скромно, и это было уже достаточно давно. Ну, один из примеров, это региональный пресс-центр, который мы создали на пустом месте, там были обвалившиеся цены. Это как раз сегодняшняя редакция «Луправда». Ну, и еще много-много-много всего. Мы создали в правительстве систему реагирования на критические публикации, уникальную для всей страны. Но на каком-то этапе, когда, с одной стороны, имеешь определенный багаж достижений, а с другой стороны, приходит понимание, что, сидя на госслужбе, в какой-то момент испытываешь день сурка, когда все одно и то же. Когда один и тот же распорядок, один и тот же график, одни и те же мероприятия, и понимаешь, что не развиваешься. Но если ты обладаешь большой долей креатива, как ты можешь не принести в этот день сурка новое? Креатива госслужбы находится на разных планетах, к сожалению. Если Родина позовет, готов будешь вернуться на госслужбу? Не готов ответить на этот вопрос. Здесь очень много «но», много условий. Это нужно смотреть и обсуждать. Сереж, в песочнице ульяновских электронных СМИ порядка десятка крупных игроков. Можешь охарактеризовать каждого из них? Не постесняешься? Да дело не в стеснении. Дело в том, что есть просто некие условия профессионального взаимоотношения с коллегами. И говорить что-то плохое про них... Зачем? Максимально нейтрально. А говорить хорошее, ну, как бы лить воду на мельницу конкурентов. Это неправильно. Поэтому я считаю, что в региональном медиаполе всего два игрока, которые определяют и примерно пополам делят информационный рынок в интернете. Это сайт Улпресса и сайт 73 онлайн. Я не включаю сюда ваш замечательный портал, просто потому что это молодой проект. И я считаю, что он еще не завоевал свою аудиторию. И покритикую вас немного. Нет вещей, о которых бы говорил весь город. Сильная сторона Улправды – это прекрасная профессиональная работа в социальных сетях и работа с аудиторией в социальных сетях. Но любое государственное СМИ обречено на определенное давление со стороны чиновников. И это, конечно, я знаю многих творческих людей, которые у вас работают. И это, конечно, ограничивает их работу. Спасибо за оценку и за комментарий такой, Сереж. Давай пофантазируем. Если бы к порталам 73 онлайн и 1Ул ты вдруг решил создать еще один, третий. Какой-то вот такой совершенно независимый от рекламодателей, спонсоров, финансирования. Кого из ульяновских коллег ты бы туда пригласил? Ну, вы знаете, я вам отвечу так. Я не ограничиваюсь городом Ульяновска. Я вообще смотрю на журналистику немного шире. И когда мы задумывали, создавали 73 онлайн, вы же знаете, там работала команда из Самары. Туда приезжали журналисты. По-моему, там и сейчас есть представитель Самары. Там сейчас главный редактор из Самары, из Самарского обозрения. Поэтому, если бы я создавал независимый проект, я бы пригласил независимого журналиста из другого региона. Это была бы либо Самара, либо Нижний Новгород. Как ты определяешь независимые СМИ? От кого оно должно не зависеть? Ну, нет такого понятия независимой СМИ. Каждая СМИ от чего-то зависит. От партнеров, от рекламодателей, от чиновников, от дружеских связей, от чего угодно. От интересов главного редактора, даже от настроения журналистов оно зависит. Поэтому, нет, нет слова независимым. Это не... Можно говорить независимо от чего-то. Независимо от этих, но зависимо от этих. Независимо от этих, зависимо от всех. Как ты относишься к рейтингам? Смотря каким. Чем, на которые сейчас ориентируются ульяновские и самарские СМИ? Да нет никаких объективных рейтингов, на которые ориентируются какие-то СМИ. Дело в том, что любое СМИ, ну это вот, как, знаете, вот если мы берем кусочек сахара, да, вот здесь 4-6 сторон. И для того, чтобы сравнить его с другим кусочком сахара, нужно сравнить его по 6 параметрам. Вот существующие рейтинги, это только одна сторона. А для того, чтобы сравнить два кусочка, его нужно сравнить по весу, по цвету, по вкусу, по запаху. Значит, по консистенции, по плотности. И то же самое происходит и со средствами массовой информации. Есть рейтинги лайф-интернета, которые сравнивают средства массовой информации по региональному трафику. То есть они берут общее количество посетителей, вычисляют каким-то образом количество посетителей из одного региона, вот из Ульяновской области, и сравнивают. При этом, например, доля посетителей региональных у сайта Комсомольская правда в 2-3 раза выше, чем доля посетителей у сайта Ульпресса. Почему? Я знаю почему. У меня есть ответ на этот вопрос. Поделись. Я не знаю почему. Я объясню. Дело в том, что создатели сайта Лайф-интернет в Москве и создатели портала Комсомольская правда просто дружат. Понимаете? И вот эта дружба, возможно, это результат более плотного сотрудничества. Возможно, роботы, которые отслеживают посетителей на лайф-интернете, более внимательно настроены и лучше считают посетителей Комсомольской правды. Вот и все. Сереж, ты дружишь с большинством госуправленцев регионов, бизнес-элитой. Помогает ли тебе это выстраивать правильные механизмы в достижении твоих целей? Ну, конечно. Личные связи они очень много определяют. Кого из медийных гуру, гуру федерального формата, ты хотел бы встретить лично, познакомиться с ним, пообщаться, может быть, что-то перенять? Ну, понимаете, ну, во-первых, слово медиа, гуру, я считаю, не очень корректно. Есть профессионалы в своей сфере. И со многими из них я лично знаком. Я со многими общался. Ну, например, в 2009 году, когда мы организовывали ТЭФ-регион в Ульяновске, мы привозили Владимира Познера, Андрея Максимова, который ведет программу вместе с Жванецким, еще массу Яна Павлазская, еще массу интереснейших людей, с которыми мне удалось пообщаться в неформальной обстановке, в рамках мероприятия. Это было, конечно, интересно, это большой опыт. Из тех людей, которые сегодня на небосклоне, на Медина, мне очень интересно наблюдать за Дудем. Он действительно обладает определенной харизмой, определенным, как вот мы с коллегами, когда анализировали эту программу, прозвучало слово волшебство. Это волшебство, когда ведущий приковывает внимание аудитории. Это нельзя объяснить словами, это нельзя научить в университете, это просто волшебство. Да, магия, действительно. Сергей, ты преподаешь журналистику? Сейчас нет. Преподавал? Да. Когда и как долго? Ну, я, когда окончил университет, посчитал своим долгом. У нас были проблемы с преподавателем. Дело в том, что преподавателей, имеющих ученые степени в сфере журналистики, очень мало в Ульяновске. И я посчитал своим долгом отдать определенную, так сказать, ну, отработать определенное время в альма-матер для того, чтобы помочь подготовить журналистов следующих поколений, следующих возрастов. У меня было несколько предметов. Сначала это был менеджмент СМИ, потом, ну, вопросы выпуска учебной газеты, профессиональной журналистской этики. И я в течение, у меня была маленькая доля ставки, там, 0,1 или 0,3 ставки, я в течение почти 10 лет, ну, для себя выполнял такую роль. Она оплачивалась очень скромно, то есть это было не за деньги, а вот просто за интерес. И на каком-то определенном этапе я понял, что, ну, наверное, уже пора завершить. Некоторые студенты, у меня были очень интересные студенты, несколько выпусков, я помню до сих пор, со многим из них дружу. Это замечательные люди, часть из них работает в Москве, в федеральных средствах массовой информации, на федеральных телеканалах. Очень приятно за ними наблюдать. Вот, но на каком-то этапе я почувствовал, что качество студентов резко ухудшилось. И когда бывает иногда вот такое вот зло, когда на зачете пришла девушка, которая ни разу не была ни на одной лекции, ни на одном контрольном занятии, пришла и сказала, знаете, я работала, я не могла ходить на ваши занятия, на ваши лекции. И я с такой надеждой спросил, где же ты, милая, работала? Ну, она говорит, я в обувном магазине кроссовками торговал. После этого я решил, что, наверное, нет смысла больше этим заниматься. И остановил эту работу. Журналистское образование в Ильяновске, в УФО, в России, оно вообще нужно? Я считаю, да. Да, но проблема сейчас в том, все системы образования, школа, вуз, проблема в том, что она несовременная. Особенно школы и вузы в том числе. Дети, и я смотрю это по своим детям, дети приходят в школу, они смотрят на учителей, как на людей из каменного века. Учителя не развиваются именно в сфере цифровых технологий, именно в сфере социальных сетей, интернета, новых каких-то коммунистационных технологий. Они не понимают этого, и они с учениками разговаривают на разных языках. Практически то же самое происходит и в вузах. Я считаю, что классических журналистов сегодня уже не нужно в том объеме, как это было раньше. У нас газет практически не осталось. Что должен педагог внедрить в школьное образование? Дело не в педагоге. Дело в учебных планах. Должны быть определенные новые методики образования. Нужно преподавать социальные сети, нужно преподавать коммуникации, нужно преподавать интернет. Журналистам нужно объяснять основу программирования для того, чтобы они понимали, как развивается цифровой метод. Сереж, ведь у тебя есть для этого все ресурсы. Почему ты не выйдешь с этим предложением в вузы? Они открыты для подобных контактов и каворкинга? Я однажды такое предложение инициировал. Дело в том, что есть факультет культуры и искусства, но это такая не очень хорошая история на самом деле. Есть факультет культуры и искусства, где очень много специальностей. Журналисты, культурологи, филологи, музыканты, актеры, художники и так далее. И так сложилось, что в масштабах всего факультета все ресурсы, которые у этого факультета есть, но на тот период, когда я выходил с этим предложением, они уходили в основном на поддержку студентов творческих специальностей. За счет этого очень хорошо развивалось актерское мастерство. У нас появилось множество талантливых актеров подготовленных, музыканты. Ну, представьте, один музыкальный инструмент стоил миллион рублей, который покупали для студентов. При этом студенты-журналисты оставались, скажем так, и без нужной литературы, и без технической подготовки. Сейчас эта ситуация наладилась. Я вносил предложение, давайте мы факультет этот разделим на две части. Пусть будет факультет искусств, и пусть будет факультет массовых коммуникаций, где готовят пиарщиков, журналистов, может быть, культурологию туда дать. Но, к сожалению, руководство университета посчитало это неправильным, нелогичным, и все осталось как есть. Но при этом журналистам после вот этого моего захода помогли, они получили дополнительную поддержку со стороны ректората. Здорово. Сергей, совсем недавно в своем аккаунте на Фейсбуке ты перепостил, ну или выложил пост, статьи с таким заголовком, что ульяновские СМИ оставляют желать лучшего. Вот что стояло за этим импульсом? Давай я процитирую. Уровень ульяновских СМИ оставляет желать лучшего. Ну, понимаете, дело в том, дело не только ульяновских СМИ. Хорошо. Средства массовой информации в масштабах России оставляют желать лучшего. Вот и все. Очень низкий уровень журналистики, очень низкое качество статей, очень низкая техническая оснащенность наших журналистов. А происходит причин несколько, но самая главная причина – это бедность. Журналисты – это люди бедные. Это люди, которые не зарабатывают нормальные деньги для того, чтобы смотреть на мир современными глазами. Почему они не покидают профессию? Они покидают, очень многие уходят. У меня огромное количество знакомых, бывших журналистов, некоторые из них очень талантливые люди, которые действительно были украшением медиа-отрасли. Они ушли куда-то в другие места, иногда вообще не имеющие отношения к журналистам. А у тебя не было мыслей покинуть медиа? Ну, к сожалению, я больше ничего другого не умею делать, поэтому я остаюсь. — Продолжением заголовка той статьи была фраза «хуже только аудитория этих СМИ». С этим ты тоже согласен? — Ну, дело в том, что бедность, тотальная бедность и очень низкая образовательная и культурная среда, она же не только журналистов касается, она касается аудитории. Если бы аудитория была более взыскательной, если бы она более жестко относилась к средствам информации, более критично, то это бы заставляло и медиа работать. Но, к сожалению, мы этого не видим. Люди, как есть поговорка, people have it, да, вот people have it, то, что есть. — Есть свет в конце тоннеля этого, Сережа? — Я думаю, что какой-то достаточно длительный период времени должен пройти, чтобы ситуация изменилась. Ну и нужны законодательные инициативы, которые изменят сферу СМИ. В первую очередь я имею в виду защиту авторских прав. У нас на сегодняшний день в Российской Федерации творческий труд журналиста практически не защищен. Ну, я в качестве примера. Появилось огромное количество сайтов, которые настраивают так называемый парсинг. Это роботы, которые воруют ваши новости. Вот вы написали новость, через минуту эта новость оказывается на другом сайте, в вашем исполнении, значит, с вашим заголовком, даже с вашей фамилией, даже со ссылкой на вас, но без вашего согласия. Вот. И пиратский сайт просто зарабатывает на рекламе и на вашем труде. Вот и все. И вы сделать с этим ничего не можете. Вы не можете это дело не просудить, не наказать этого человека. Как правило, это анонимная регистрация доменных имен и так далее. К сожалению, российское законодательство устроено так, что эффективно защитить свои авторские права очень сложно. В Европе и в Америке очень жестко с этим делом. Ну, вы знаете, по социальным сетям, по тому же Фейсбуку, например, попробуйте найти в Фейсбуке пиратский фильм. И вот вам сайт ВКонтакте российский, где просто половина трафика – это видео и аудиоконтент. Сергей, можешь назвать три обязательных навыка, которые ты прививаешь своим сотрудникам в редакциях? Журналистам. Ну, во-первых, очень важна грамотность сегодня. Даже более важна, чем 10, 15, 20 лет назад. Почему? Это же опять идет от экономики. Если раньше средство массовой информации классическое – это целая фабрика людей. То есть есть рядовой журналист. Над ним начальник отдела, который вычитывает этот текст. Над начальником отдела ответственный секретарь или замглавного редактора. Потом корректор. И потом главный редактор. То сегодня то, что производит журналист, это сразу попадает на ленту. Потому что, во-первых, ускорился процесс производства новостей. И, во-вторых, у средств массовой информации нет такого количества денег, чтобы содержать вот эту многоступенчатую систему. Поэтому на сегодняшний день владение русским языком для журналистов – это очень важно. К сожалению, не все... Первое – грамотность. Да. Скорость. Сегодняшние СМИ, но в той сфере, в которой мы работаем – это скорость мышления, скорость принятия решения, скорость написания. И третье? Ну, и я думаю, что это честность и определенность. По отношению к кому? Ну, понимаете, ну, тут под словом «честность» тут целый комплекс, почему вот я говорю, что определенный, тут целый комплекс всяких характеристик. Во-первых, это необходимый интеллектуальный уровень, чтобы отделить вранье от, значит, правды. Потому что, ну, сейчас появляются такие фейковые новости. Во-вторых, это честность по отношению к себе. В-третьих, нельзя своего добавлять туда, ничего придумывать, ничего нельзя. Ну, и так далее. Это лекция на полтора часа, я пекачиваю. Учитывайте, молодые журналисты. Кстати, у тебя большой поток. Ты часто рассматриваешь свежие кадры? Я постоянно этим занимаюсь. Я делаю это не часто, я делаю это постоянно. У меня база резюме журналистов, там порядка двухсот человек. Я знаю практически всех журналистов в городе. Когда новые появляются, мы тоже за ними следим и смотрим, и часто встречаемся, разговариваем. Я считаю, что если руководитель, создающий медиа, перестанет на каком-то этапе заниматься кадрами, то эта медиа пропадет. У тебя очень дружный коллектив, Сереж, с теплыми взаимоотношениями. Я многих ребят знаю. Скажи, как добиться такого уровня корпоративной культуры, что ли, и вообще теплоты? Ну, просто надо к людям по-человечески относиться. Ты по-человечески относишься к людям? Не всегда, к сожалению. А почему они отвечают тебе любовью? Ну, я не могу сказать, что они там не любовью отвечают. Они, скорее всего, между собой, более дружны, возможно, и под моим каким-то давлением. Вот, но, понимаете, когда я работал на госслужбе, я был достаточно жестким человеком, и меня часто критиковали за это, за то, что я очень критично отношусь к своим сотрудникам. В чем проявлялась жесткость? Ну, я постоянно их ругал. Я очень ставил очень высокую планку и старался этого добиться. Я очень часто ругал людей. Я и сейчас своих коллег и подчиненных ругаю, критикую, по-честному говорю в лицо, но стараюсь это, стараюсь держаться. Ты, Сереж, я знаю, не против крепкого слабца. И часто используешь сквернословие как такой вот достаточно убедительный лексический пласт в своей речи. Вы знаете, я вам одну фразу только скажу. Нам придется ее запикать. Нет, нет, нет. На первом курсе отделения журналистики, филологии, нам приехал профессор из Казани, который читал нам лекции по древней римской литературе. И она сказала замечательную фразу. Мата филолог бояться не должен. Вот я его и не боюсь. И я тоже. Сереж, ну, дома же ты не ругаешься матом? Или воспитание детей тоже допустимо? Это синусоида настроений. Ну, значит, есть дети взрослыми, у меня старшему сыну 18 лет. А есть дети будущие филологи? Да, нет, нет, никаких ограничений. Значит, есть маленькая дочка, там... 18 лет старшему? Да. Он студент? Да. Где он учится? Политех, информационная технология. Кем ты видишь его? Он хочет быть 3D-дизайнером, программистом. А какую судьбу ты хотел бы видеть в малышке? Малышка, ну, я не исключаю, что она может стать художником. Очень крутым художником. Сереж, мне кто-то сказал, что у тебя дома много кошек. Это правда? Да. А в кабинете много цветочков. Вот как в таком достаточно сухом, взвешенном, уравновешенном брутале вот это вот уживается? Ну, кошечки это продукт... Сколько их? Начнем с этого. На сегодняшний день 8. Ну, надо сказать, что 8 кошек для человека, который живет в обычной квартире, наверное, это звучит запредельно. Но у нас достаточно просторный дом, поэтому это практически незаметно. Плюс есть свободный выход для них на улице, кто-то гуляет. Но это просто продукт заботы об окружающей среде. Как они появляются в твоем доме? Мы не покупали никаких кошек. То есть это, ну, спасенные котята, спасенные кошки. Есть один кот, который долгое время просто приходил стыловаться. Приходил покушать, а жил где-то в другом месте. А потом ему так понравилось, что он остался жив. С ума сойти. Ну вот, а если после этой передачи тебе будут писать, Сережа, вот еще один котенок? Нет, ну, есть определенные разумные рамки. А цветы? Цветы в кабинете, где ты строг со своими подчиненными? Ну, это просто... Это что, это горшочные цветы или вазы, вазоны? Ну, во-первых, ну, здесь опять экологический подход. То есть я считаю, что я своим сотрудникам, подчиненным, очень часто дарю цветы в горшках. Я считаю, что срезанные цветы дарить вообще нельзя. Это, ну, нехорошо. Ну, зачем их резать, зачем их уничтожать? Поэтому цветы в горшках – это самый лучший подарок. Вот, и эти подарки, они украшают нашу редакцию. Действительно, очень красивая идея и задумка. Но мне как-то раз, Сереж, ты подарил большую картину, фотографию, которую ты сделал в какой-то из европейских стран. Обрамленная картина. Я знаю, что я не одна была такая счастливица. Ты многим своим друзьям, коллегам преподносил такие подарки. Фотографии, сделанные своими руками. Ну, это уникальная вещь, да. Да, расскажи, пожалуйста, какие направления, если говорить о путешествиях, тебе наиболее близки, интересны? Ну, вы знаете… Ты вообще много путешествуешь? Да, мне приходится ездить. Почему приходится? А для души? Ну, и по работе, и для души, и для отдыха я часто езжу. Мне не интересен пляжный отдых. Если многие люди ездят на море, падают на песок и болтыхают ногами в море, мне это совершенно неинтересно. Я люблю гулять, я люблю ходить, смотреть архитектуру. И на каком-то этапе я понял, что нельзя это все оставлять без внимания. Приобрел камеру и начал фотографировать. Раньше, когда я работал с профессиональным фотографом, я считал, что каждый должен заниматься своим делом. Профессиональный фотограф фотографирует, журналист писать. Ну, потом начал фотографировать, у меня стало получаться, людям это безумно нравится, и я печатаю эти фотографии и дарю просто своим друзьям. Сереж, представь, что ты выиграл миллиард. Вот что ты бы сделал для души после того, как отдохнул и выплатил ипотеку? Кстати, у тебя есть ипотека? Ну, есть, да, ипотечный кредит есть. Теперь отвечай на вопрос. Ну, это такой недавляющий ипотечный кредит, он скорее… Держит в тонусе? Да. У меня нет ответа на этот вопрос. Это очень сложный, кстати, вопрос. Для людей, которые занимаются бизнесом, потратить деньги, реализовать деньги правильно и с умом, иногда гораздо более сложная задача, чем их заработать. То есть, заработать легче, а потратить и вложить, инвестировать очень сложно, чтобы не прогореть. Поэтому я не могу вам сказать, куда я сейчас… А ты любишь мечтать? Пойду советоваться к друзьям. Нет, я практически не мечтаю. У меня только планы. А у тебя есть бизнес, помимо того, который ты развиваешь в медиасфере? Да, у меня есть несколько направлений бизнеса, которые не касаются медиа, но я… Это не публичная сфера, я об этом и рассказываю. Хорошо. Сереж, я хочу сделать тебе комплимент, потому что мне кажется, что за последний период, год, ты изменился внешне, похудел, скажем прямо. Но ты мне сказал перед съемками, что ты просто втягиваешь умело живот перед фотографированием. Где правда? Потому что меня отправили коллеги узнать лайфхак твой. Диана, я всю юность занимался спортом очень активно. Я играл в баскетбол. Ну, шахматы, ну, профессиональные спортмены не посчитают за спорт, хотя это спорт, да. Я занимался легкой атлетикой и баскетболом. Потом, когда ушел на госслужбу, очень много работал, у меня не было времени этим заниматься, вообще никаким спортом. Вот, и сейчас, последний год, я решил, что я вернусь, верну тонус мышцам, буду чем-то заниматься. Я хожу в тренажерный зал, это меняет, вероятно, структуру тела, вес тела не меняется, поэтому нельзя говорить, что я похудел. Ну, наверное, стал более подтянутым. До этого года, ну, предыдущего, конечно, я никогда не видела тебя с бородой, даже щетиной. С чем связано изменение имиджа? Ну, я последние несколько недель провел на Кавказе. Я буквально несколько недель... Проникся. Ну, ты спрашивала, какие города там, какие направления, мне очень нравится Кавказ, мне очень нравятся горы. Я был в Назране, в Грозном, на Ставрополе, там, в городах Кавказских минеральных вод. Ну, и чтобы, так сказать, не уделяться, решил немного отрастить города. Ну, и, конечно же, сразу ассимилировал, и все тебя принимали за своего. Да, со мной говорили по-чеченски местные жители. Я пытался объяснить, что нет, я не понимаю. Но я решил просто провести такой эксперимент, отрастить бороду и спросить окружающих, пойдет или нет. Ну, пока что всем нравится. Где будет ее предел? Дальше будет или ты уже там в барбершопах частый гость? У меня пока нет решения, я каждое утро прорываюсь побриться. Что тебя останавливает? Очень непривычно. Останавливают друзья и знакомые, которые говорят, нет, не надо. Почему Кавказ, Сережа? Ну, это очень интересный регион, он очень необычный. Там происходит очень много событий, которые мы не понимаем. Вот, живя в Ульяновске, на Средней Волге, мы не понимаем многих вещей, которые там происходят. А мне хотелось понять. И побывав там, я многое для себя понял. Побывав в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, я понял, что эти люди, скажем так, они иногда в большей степени россияне, чем мы. Они больше Россию любят, чем некоторые жители Ульяновской области. Ты любишь Ульяновскую область? Да. Ты здесь родился? Да, я родился в железнодорожной майне. Это маленький поселок по дороге Москвы. Часто там бываешь? Сейчас очень редко, раньше часто. Какое твое любимое место в регионе? Побережье Волги. Мне очень нравятся Ундры, мне очень нравится вот этот вот Ундровский заповедник, все, что связано с динозавром. Я считаю, это уникальнейшее место. Плюс оно связано с памятью декабриста Ивашего. Ну, хорошие места. К сожалению, с экологической точки зрения, выглядит ужасно. Куча свалок, мусора. Я иногда брожу по лесу и просто ужасаюсь там, что происходит. И мне очень хочется что-то сделать, чтобы там стало лучше. Но, к сожалению, пока нет рецепта, кроме публикации. Расскажи, что тебя беспокоит в экологическом плане в Ульяновской области? Это сейчас тема, наверное, номер два после Минздрава. Ну, людей на самом деле экология беспокоит не так сильно, потому что люди идут в больницу, им там не делают уколы, нет лекарств. И они переживают. Но при этом они не понимают, что они идут в больницу в результате того, что они там дышат плохим воздухом, пьют неправильную воду, живут в каком-то месте, где много выбросов вредных. Я хочу сказать, что, к сожалению, общественно-политическая ситуация в регионе, вот все, что связано вокруг экологии, она такова, что у нас нормальных экологов, которые бы боролись за действительно серьезные для людей понятия, ну, практически нет. А очень много людей, которые пытаются там проехаться на хайпе, то есть, ну, поскандалить, учинить какие-то разборки на пустом месте, да. Я хочу вот привести пример, историю, например, со строительством гостиницы «Мариотт», когда там некоторые экологи боролись за сосну Вейматова и несколько деревьев, которые вокруг них растут. При этом эти экологи абсолютно молчат на тему того, что реально в городе Ульяновске он очень запылен, это очень пыльный город. У нас недостаточно высокое качество воды, и нужно заниматься тем, чтобы проложить нормальный водопровод из Теренгульского месторождения, где подземные воды очень чистые для города, чтобы все жители, все горожане пили чистую воду. Когда я был депутатом городской думы, я очень активно занимался проблемой Юнской рощи. Это уникальная территория, на территории, ну, внутри нашего города. И кое-что удалось делать, а что-то, ну, к сожалению, свернуть не удалось. Вот, Ундры, ну, тоже, представляете, я выхожу на берег Волги, рядом там с небольшим селом в Ундровском поселении, и весь берег усыпан мусором, просто бытовым мусором. У людей нет возможности выбросить свои отходы, и они просто его бросают, эти мешки с обрыва, и все это на берегу Волги валяется. Причем, Ундры выше Волжского водозабора, и все это течет в наши водозаборы, в город Ульяновск-Отклик. Очень много ты проблемных направлений экологии сейчас озвучил. Скажи, в чьих силах решить хотя бы части? Я считаю, что здесь должна быть консолидация общественников, нормальных экологов, которые, ну, должны появиться когда-нибудь, наверное, в нашем городе. Но их нет у нас в городе. Я не могу никого назвать, сказать, что вот давайте вот с него брать пример, я таких не вижу. С другой стороны, это чиновники, ответственные за экологию, внутри органов власти, и, ну, Дмитрий Федоров в этом плане вызывает определенные надежды. Хотелось бы увидеть какие-то, ну, такие серьезные реальные шаги. А мы как СМИ можем помочь? Я думаю, да. Если бы средства массовой информации занимали очень жесткую позицию в сфере экологии, проблемы решались бы быстрее. Кем ты себя видишь через 20 лет, Сергей? Я думаю, что я недоживую. Ну, если так по-честному. Вот. Ну, я не... Сейчас не утрирую, там, не пессимистично. Я же говорю, у меня нет мышц, у меня только плана, да? Я объективно понимаю, что современный мужчина, который ведет не очень здоровый образ жизни, значит, не нарушает режим, мало спит, много работает, он как бы подвержен огромному количеству заболеваний. И такие люди до 60 просто не доживают. Такие люди, как ты, долгожители, Сережа. Значит, поскольку мне исполнилось 40 недель назад, а через 20 лет будет 60, я думаю, что до 60 я и большинство моих сверстников просто не доживут. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ох, Сергей, ну, еще раз с прошедшим тебе днем рождения. И спасибо тебе огромное за то, что ответил на все мои вопросы. Мне кажется, ты сегодня был очень искренним. Я этому очень рада. Дорогие друзья, с нами сегодня был медиа-менеджер Сергей Давыдов. Это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на управда.ру Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok